Смотрите в новом выпуске и снова о когтистых, как приучить кота к лотку. Можно ли наказывать за испорченную обувь и почему хозяйка отдала кота Морсика в ласку? Посмотрите, какой ласковый. Он так и хочет в чьи-то добрые руки. Кстати, многие коты и кошки оказываются бездомными, потому что резко перестают ходить в лоток. Как правило, хозяева и не хотят разбираться с первопричинами того, почему питомец изменил свое поведение. Как случилось с нашим следующим героем? Давайте пойдем познакомимся. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как зовут нашего товарища? Товарища зовут Морсик. Возраст какой у него? Ну, примерно года 4. То есть это уже взрослый кот. Как именно он оказался в приюте? В приют его привезли хозяева. То есть он абсолютно домашний квартирный кот, который прожил полжизни со своими бывшими хозяевами. Они от него решили избавиться по причине, что он стал ходить, где попало в туалет. Испорченная шуба стала последней каплей, и Морсик обосновался в ласке. Позже оказалось, его отказ от лотка не прихоть, а попытка привлечь внимание к проблеме. У Морса мочекаменная болезнь. Проблемы с почками часто вызывают недержание, поэтому котик начинает пачкать коврики и тапки. Чаще всего у кошек до 10 лет, у молодых и среднего возраста, нарушение акта мочи и спускания, нечистоплотность. Задержка мочи, моча с кровью – это признак адиопатического цистита кошек. То есть это проблемы больше нервные, скажем так. Цистит – самая распространенная болезнь почек и мочевого пузыря у кошек. Но причиной нарушений кошачьего поведения могут быть и более серьезные заболевания, например, камни. Это может определить только ветеринар. Поэтому, когда кот резко перестает ходить в лоток, сразу к врачу – исключить болезни, либо вылечить питомца. Мы сдаем анализ мочи, то есть смотрим, какие у нас кристаллы присутствуют. Мы уже отсюда можем назначать какие-то препараты, но чаще всего это лечебные диеты, которые способствуют растворению этих камней. Но не факт, что у нас не многослойные камни, потому что тоже в зависимости от условий жизни камни могут быть многослойные. Часть растворимые, слой нерастворимый, то есть вот таким образом. Поэтому постоянно мониторим. Ну а если кот здоров, но лоток отрицает, есть несколько способов приучить его к туалету. Спреи, апельсиновые корки и другие народные средства не помогут. Нужно набраться терпения и проявить немного настойчивости. Итак, для начала подберите просторный лоток и наполнитель, который коту понравится – древесные камни, песочек. Потом попробуйте подобрать удобное место лотку с хорошим обзором и доступом. Если коту удобно, но он продолжает справлять нужду рядом с лотком, обклейте его любимые туалетные места фольгой, липкой лентой или чем-то, что ваша кошка считает неприятным. Наказывать кота побоями нельзя, они это не понимают. Лучше заранее создать все условия, чтобы кроме лотка у него не было удобного места для туалета. Когда мы кого-то наказываем, мы хотим его научить. И предполагается, что кот все понимает, думает так же, как мы, как минимум так же. И помнит, за что его наказали. То есть вот вы пришли домой, увидели лужу, его поколотили. Абсолютно неэффективно эти вот поколачивания. Для кошек эффективно, если вы решили воспользоваться методом наказания, наказание в данный конкретный момент. Если вы видите, что кот, ага, пошел гадить, взяли водяной пистолет, на него побрызгали. Морсика брызгать водой не придется, он возобновил использование лотка. Его заболевание хроническое, поэтому новый хозяин должен следить за его здоровьем и своевременно его поправлять. Но это не очень сложно. Тем более, что в ответ Морсик подарит море ласки и нежности. Морсик очень ласковый кот, очень такой прям знающий себе цену. Ну вот у него два его соседа с ним живут уже очень давно, с ними он отлично ладит. А при подселении нового котика стал вести себя маленько, как хозяин. То есть не дает залазить на самую верхнюю его полку, как он считает, другому коту. Поэтому, наверное, этому будет тяжело ужиться с кем-то, с другим питомцем в доме. Всегда честно говорите в приюте, что у вас есть и другие питомцы. В первую очередь, так вы избежите стресса не только у всех зверей, но и у себя. Вам не придется разнимать драки. А волонтеры ласки подберут вам именно вашего друга, который идеально впишется в семью. Смотрите в следующем выпуске. Зачем нужно кастрировать своих питомцев? Что нерадивые хозяева делают с нежелательным потомством? Помоги придумать клички для подопечных приюта ласка. Крышом он не ходит, не ловит он мышей. И лапа ёна тянется на враги до ушей. Предпочитает бегу, неспешную ходьбу. Фигуры в оправдании сошнется на судьбу. Охотник некудышный, ведь потому что лишний. Рыжий, рыжий кот, на диете круглый год. Колбаса, сырок, котлеты, а потом еще комфорт. Рыжий, рыжий кот, все это забудь сердот. Вот одно название, а по сути бегемот.